Привет, друзья! Ели вы когда-нибудь миндальный икеевский торт? Я попробовала его один раз, и мне он очень понравился. Я решила приготовить его дома, поэтому пользуйтесь моим рецептом. Сначала мы с вами сделаем миндальные коржи. Мне понадобится миндаль, он тут еще не жареный. Итак, сначала мы с вами берем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки нам понадобятся в заварной крем, а белки пойдут уже на сами коржи. Итак, отделили. Далее добавляем в белки щепотку соли. И я сразу добавила сахар. Можно добавить сахар уже в процессе взбивания. И начинаем взбивать. Далее на сковородку выкладываем миндаль и совсем чуть-чуть нужно обжарить. Тогда будет легче его измельчать. Итак, добавляем сахар в миндаль. И измельчаем. Лучше я советую немножко миндаль порезать. Так он лучше будет у вас измельчаться. И измельчаем все количество, которое я укажу внизу. Итак, белки у меня почти взбились. Взбивала я их минут 7. Взбиваем их до крепких пиков. Вот когда у вас на венчике будет вырисовываться вот такой вот клювик от белка, значит они готовы. Вот до такого состояния взбиваем белки. Далее соединяем в наше миндальную муку. У меня даже там чуть-чуть есть орешки. Но это ничего страшного. И соединяем все это в белки. Замешиваем наше миндальное тесто. Лопаткой аккуратно движениями снизу вверх. Итак, вот такое тесто у нас получилось. Далее беру кольцо и рисую по бумаге. Мне нужно будет 2 коржа диаметром 19 см. Карандашом выпекаем их сразу. Итак, перекладываем наше тесто в кондитерский мешок. Все лишнего ток убираем. Далее выкладываем кругом наши коржи. Выпекать мы их будем при температуре 180 градусов 25 минут. А тем временем сделаем с вами ванильно-заварной крем. Есть уже видео, я вам ссылочку оставлю. Но еще раз покажу. Сливки можете не использовать. Используйте молоко. Так он будет еще вкуснее и воздушнее. Молоко, сахар, щепотка соль. И обязательно добавьте ванилин. Все перемешиваем в сотейнике. Ставим на средний огонь. И доводим до такого состояния, чтобы у нас с вами растопился весь сахар. Далее начинаем вводить наши желтки, которые у нас остались от теста. Постепенно все помешиваем. Варим 7 минут на медленном огне. Крем начинает становиться все гуще. Вот как только начинается вот такие вот вырисовываться, все убираем с огня. Заварную основу переливаем в какую-то посуду. Закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник или в холодное место до остывания. Как только заварная основа остыла, взбиваем масло мягкое сливочное добила. И вводим нашу заварную основу в масло. Крем готов. Как только заварную основу все ввели постепенно, крем у нас готов. Итак, миндальные коржи мои испеклись. Им нужно остыть, как только они остыли. Вот такой вот крем у нас с вами получился. Как только остыли миндальные коржи, снимаем с них бумагу. Берите хорошую бумагу. И выкладываем наши коржи. Я использовала кольцо. Промазываем их нашим кремом. Можно без кольца, в принципе. Торт невысокий получается. Но я вот решила сделать торт в кольце. Как только все промазали, убираем в холодильник. И он у нас должен простоять в холодильнике. Но у меня он простоял всю ночь, чтобы хорошенько пропитался, настоялся. Итак, прошла ночь. Далее вот так вот прохожу ножом, снимаю свое кольцо. Вот такой торт получается. И сверху украшать этот торт надо миндальными репестками. Я их покупала в кондитерском магазине. И я знаю, что есть в метро. Такие лепестки продаются. И вот так вот сверху мы украшаем миндальными репестками. Вот такой вот тортик у нас с вами получился. Обязательно покажу его в разрезе. Но хочу сказать, что он очень вкусный. Миндальный торт, миндальные коржи очень нежные. Также вкусный заварной крем. Вам он точно понравится. Вот посмотрите, какой красивый разрез. Не пожалеете положить туда миндаля. От него очень зависит вкус этого торта. Друзья, всем спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно подпишитесь на мой второй канал. Поддержите его. И всем до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова